Вопросы попросить, у нас немножко времени не осталось. Уважаемые коллеги, если нет вопросов по общественному контролю, тогда мы попросим нам лидерам рассказать о нововведениях, которые с 1 сентября уже у нас в Гражданском кодексе, когда есть некоммерческая секция. А завершающий момент по общественному контролю, пожалуйста. Если у кого есть предложение, ну, естественно, для членов общественной палаты, вы там сами, Александр Строевич, да, предвидитесь, а представители НКО, пожалуйста, к нам, Министерство, электронные почты, бумажные носители, в любом случае, пожалуйста, мы ждем. Единственное, сроки ограничения, мы просим измельчить. Судя, а кто будет заниматься обработкой региональной законопроектом? Ну, очевидно, работу группы будем создавать. То есть это подъедет к Вашему министерству? Ну да, да. То есть ответствие к региону, это будет? Если что, на всякий случай, мой рабочий телефон 20-64-21. 20-64-21. 20-64-21. Ну вот, у нас есть. Что сделаем? Второй вопрос, он не менее интересный, чем пьет. Если над проектом закона об общественном контроле, об основах общественного контроля работали все, кому не лень в течение четырех лет, то тот закон, который появился в российской газете 5 мая, он был неожиданностью даже для тех, кто знал, что он будет. Потому что поправки в Гражданский кодекс, они не этот биток. Сейчас мы... Мы же сама по себе гуляем на другом экране, поэтому мы ее ловим. Поправки в Гражданский кодекс разрабатывались очень давно. Разрабатывались примерно три года. И разрабатывались они исключительно коммерческими юристами для того, чтобы... Коммерческими юристами, да, спасибо. Юристами-теоретиками для того, чтобы привести наше законодательство в основном о коммерческих организациях, то есть, спасибо большое, о акционерных обществах, об общественных организациях, так в соответствии с международными нормами. Брали за основу Гражданский кодекс Германии, Гражданский кодекс Бельгии, много ездили в разные страны для этого, и разрабатывали долго и упорно поправки в наш Гражданский кодекс. Сделалось все это при президенте Медведере, который... ну, это была его личная заинтересованность ввести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации. Получилось так, что при президенте Медведева это все не случилось, и ни с того ни с сего появилось в мае 2014 года. При этом первоначальный тест мы видели еще года три назад, и он, конечно, поражал тех, кто работает в некоммерческом секторе, тем, что полностью меняется законодательство о некоммерческих организациях. Ну, во-первых, деление, это сейчас я вам расскажу, на две группы организаций, и предполагалось для некоммерческих организаций, которые занимаются предпринимательской деятельностью, сделать уставной капитал в размере полмиллиона рублей. Когда мы увидели эти полмиллиона, мы сказали, что некоммерческие организации, они просто просто существуют, потому что это такие деньги, которые не заработают никогда для того, чтобы уставной капитал себе внести. И это единственное, пожалуй, изменение, которое удалось внести в проект этого замечательного закона, и снизили эту сумму до 10 тысяч. Теперь о том, что изменилось. С 1 сентября все юридические лица, мы сейчас говорим о некоммерческих организациях, будут делиться на две части. Будут корпоративные некоммерческие организации и унитарные некоммерческие организации. Когда мы говорим корпоративные, мы не имеем в виду созданные корпорациями, мы не имеем в виду корпоративные фонды, мы не имеем в виду ничего того, что связано с предпринимательской деятельностью. Мы имеем в виду очень простое. Корпоративные некоммерческие организации – это те, у которых есть институт членства. Унитарные некоммерческие организации – это те, у которых института членства нет. Простыми словами, простыми словами – легко. Нововведение, о котором я только что говорила, это то, что некоммерческая организация, которая предусматривает своим уставам возможность заниматься деятельностью, предоставляющей доход, должна иметь обособленное имущество в размере на сейчас 10 тысяч рублей, в размере, который соответствует уставному капиталу для общества, ограниченной обеспеченности. Почему я говорю на сейчас 10 тысяч рублей? Потому что в том случае, если законодательство захочет изменить размер уставного капитала для общества, ограниченной ответственностью, то это автоматически привлечет за собой изменение суммы того имущества, которое должно быть в некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, приносящую доход. Изменено понятие предпринимательской деятельности на деятельность, приносящую доход. По сути, это почти одно и то же для пожилей, но предполагается, что предпринимательская деятельность остается, во-первых, для коммерческих организаций, во-вторых, для автономных некоммерческих организаций. Все остальные некоммерческие организации будут заниматься деятельностью, приносящей доход. Поэтому то изменение в уставе, которое нужно внести в ближайшее время, касается именно формулировки, которую, к сожалению, пока не может для себя определить ни Министерство юстиции федеральное, ни сами некоммерческие организации. Потому что у всех у нас в уставах написано, что организация имеет право заниматься деятельностью, демчатая точка. Вот сейчас эту фразу нужно будет изменить. Организация имеет право заниматься деятельностью, приносящей доход. Для этого... А вот дальше вопрос. Для этого в организации создается обособленное имущество в размере... Ну, логично было бы написать, не менее минимально уставного, как стало предусмотрено для общества граничной ответственностью. Но пока ни одна формулировка, которая предлагается нашими коллегами региональным министерством и федеральным министерством юстиции, пока не находит поддержки. Потому что Минюст, видимо, разрабатывает какую-то свою формулировку, которая будет для всех одинаковым. Следующий, пожалуйста. Значит, вот эта норма о том, что организации занимаются не предпринимательской деятельностью, а деятельностью, приносящей доход, уже действует с 5 мая 2014 года. И все организации, которые созданы в мае, июне, июле, августе этого года, они уже должны внецеприимательской деятельности написать деятельность на нестыщей доход. Для всех остальных некоммерческих организаций эта норма вступает в силу с 1 января 2015 года. То есть до 1 января еще есть возможность подумать над тем, как все это будет выглядеть на деятельном виде. Следующее тоже. Нововведение для некоммерческих организаций, по крайней мере, то, что учредительным документом является исключительно устав и никакие другие документы, и что уставом может быть предусмотрена возможность от имени некоммерческой организации выступать нескольким лицам. То есть не только то лицо, которое действует на основе, имени организации без доверенности, как у нас сейчас, и несколько человек, которые могут действовать на основании доверенности. Но может быть несколько человек, которые действуют без доверенности, при этом самое интересное, что они могут действовать независимо друг от друга. Повторяю, что специальные люди, которые всю жизнь работали в коммерческих организациях, как это будет выглядеть у нас, сказать довольно сложно, потому что у нас обычно директор, и вот он, значит, принимает какое-то решение, что-то подписывает. При этом в уставе может быть предусмотрено, что еще председатель управления действует без доверенности и президент. То есть все они могут подписывать договоры, например, которые будут, возможно, друг другу противоречить. Я полагаю, что это просто возможность, которой можно воспользоваться, а можно и не воспользоваться. Естественно, что теперь во выписке в Дивер-Вью будет возможность иметь не одно лицо, которое действует без доверенности, а не одно. Ну, насколько это нам надо, не знаю. Следующий, пожалуйста. Очень важное изменение, которое было очень насущным, это возможность указывать в уставе неконкретный адрес, в красной площади дом 1, а можно указывать исключительно населенный пункт. Почему это важно? Потому что при изменении местонахождения была необходимость вносить изменения в устав по регламенту Министерства юстиции. Они имеют право проверить весь устав от первой до последней буквы при внесении любого изменения. И, как правило, этот процесс вносения изменений затягивался на довольно длительный период, потому что нужно было внести, поменять улицу космонавтов на улицу, я не знаю, кого именно. Большого театра, а меняли и цели, и задачи, и формулировки, и наименование органов управления. Вот теперь для того, чтобы лишней работой не заниматься, можно написать только населенный пункт, и устав таким образом останется в неприкосновенности до каких-то более серьезных необходимостей внесения изменений. Следующий. Но Гражданский кодекс определяет, что некоммерческая организация, как и любое юридическое лицо, несет риск последствий неполучения любой корреспонденции. Если указан один адрес, как это обычно бывает, организация находится по другому адресу, и никогда в жизни не смотрят в почтовый ящик того первого адреса, который у него когда-то был, то сейчас организация будет наказана за то, что она не углядела документы в Министерстве естественной налоговой или еще из какого-нибудь проверяющего органа. И очень интересная правда, которая, конечно, особенно хороша, учитывая многократное разминание в Почте России у нас сегодня, сообщения, доставленные по адресу, указанному в Альтином реестре, считаются полученными, даже если оно не находится по адресу. Но учитывая, что очень многие организации были исключены из реестра, потому что они сдавали отчет. Сдавали отчет на самом деле, но Министерство естественной почему-то отчет не получало, Почта России решила почему-то не приносить этот отчет в Министерство естественной. А потом не принесла письмо о том, что исключены из реестра эти организации. Поэтому вот эта норма о том, что мы теперь должны отслеживать, кто нам что послал, и если чего-то мы не получили, то мы оказываемся виноватыми. Эта норма немножко настораживает, и какие-то меры нужно предпринять. Пожалуйста, следующие. По поводу корпораций. Я уже говорила, что такое некоммерческие корпоративные организации, исключительно организации, основанные на членах. Следующие. Какие у нас теперь существуют организационно-правовые формы некоммерческих корпораций? У нас есть потребительские кооперативы. Это очень важно и интересно. Но все то, что у нас сейчас называется садоводческими некоммерческими товариществами, некоммерческими партнерствами, вот это все сейчас будет называться потребительскими кооперативами. Следующий. Общественные организации. Повторюсь, говорила уже сегодня в первой части нашей с вами встречи, что общественных объединений, как таковых, не существует. Теперь существуют общественные организации, в котором относятся и политические партии, и профсоюзы, и общественные движения, и никому не нужны органы общественной самодеятельности, но и, наконец, территориальное общественное самоуправление. При этом, общественные организации теперь состоят исключительно их граждан. Никаких юридических лиц в членах общественной организации, в учредителях общественной организации нет и быть не может. Что делать с теми, у кого учредители, юридические лица, тоже сказать довольно сложно, но, скорее всего, исключать из членов организации, потому что заключительные учредители пока чуть не возможно. Следующий, пожалуйста. Ассоциации и союзы. Такие формы, как партнерство, как торгово-промышленные палаты, материальные палаты, которые часто действуют как некоммерческие партнерства, теперь в названии партнерство указывать не смогут. Это будут ассоциации и союзы. Для создания ассоциации достаточно двух лиц, это и граждане, или граждане, или юридические лица. Для создания общественной организации достаточно трех человек, как это было и всегда. Товарищи собственников жилья заменены на товарищи собственников недвижимости, потому что товарищи собственников жилья были под видом товарищей собственников недвижимости. Ну, казачьи общества, общины коренных молочебных народов, Татистской Федерации. Вот формы, которые остались. То есть получаются потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации союза, товарищи собственников недвижимости, казачьи общества и общины коренных молочебных народов. Все. Унитарные организации, это те организации, которые не основаны на институте членства. Следующие, пожалуйста. И к унитарным организациям относятся фонды, учреждения. Следующие, пожалуйста. Автономные некоммерческие и религиозные организации. Сложно сказать, почему религиозные относятся к унитарным, поэтому они, в принципе, и к членству, но вот относятся и относятся к следующие. Следующие, пожалуйста. С 5 мая уже создаются только все формы, которые предусмотрены Гражданским кодексом. Никаких партнерств, никаких общественных объединений. Ничего больше не будет. Следующие, пожалуйста. Что важно, ни в коем случае не надо бежать и приводить свои документы в соответствии с действующими нормами Гражданского кодекса. Они приводятся, ваши уставы, приводятся в соответствии с Гражданским кодексом только при первой необходимости внесения других изменений. Или нужно поменять адрес. Эти адрес у вас конгрессы. Или нужно изменить структуру управления. Или нужно в какие-то содержательные внести изменения по виду на деятельности или еще. Вот тогда нужно вносить те изменения, которые предусматривает Гражданский кодекс. То есть менять название внестиного партнерства на ассоциацию и союз. Менять определение фонда, которое раньше звучало как организация, которая основана на добровольно-промышленных сносах, а теперь написано «организация, основанная гражданами и юридическими лицами». Ерунда, да? Но какие-то вот словосочетания новые появляются, которые просто нужно проверить и сделать соответствующим действующим законодательством. Если такой необходимости нет, то спешить не надо. Поэтому все уставы, потому что все уставы действуют в части не противоречащих гражданскому кодексу. И никто наказать за то, что вы не привели устав, соответственно, никак не может. Мы спрашивали федерального университета, будут ли они давать срок на то, чтобы привести уставу в соответствие. они срок давать не будут. Но думаю я, что имеют они такое мнение на ближайшие 2-3 года. То есть какое-то время ни дни не поменяется и будет дан некоторый срок на проведение документов в соответствии. Поэтому в ближайшие годы можно жить спокойно, а потом уже в психологическом действовать. никакой повальной перерегистрации нет. И самое главное, что никто не имеет права брать пошлину за то, что вы вносите изменения в УСАГС. Следующий, пожалуйста. Да. Да, нотариальные услуги, к сожалению, да. И они... Больше пошлины. Да, больше пошлины. Следующий, пожалуйста. Значит, 1 сентября будет вступить в силу этот замечательный закон только для той нормы, которая касается обособленного имущества в срок 1 января или 5 мая. Что касается конкретного внесения изменений в УСАГС разных организационно-правовых форм, то больше всего УСАГС, больше всего изменений придется внести двум организационно-правовым формам. Это фондам и автономным некоммерческим организациям. Почему автономным некоммерческим организациям? Потому что первый раз в жизни для некоммерческих организаций предусматривается возможность смены учредителя. Можно исключить учредителя автономной некоммерческой организации из учредителей и можно при единогласном решении других учредителей ввести нового. Для того, чтобы этот механизм прописать, нужно будет менять довольно большую часть устава автономной некоммерческой организации. В автономной некоммерческой организации учредитель будет осуществлять непосредственное управление организацией, или он будет назначать кого-то, кто будет управлять, или он сам. Поэтому в структуре управления оно тоже будут достаточно серьезные изменения. Что касается фондов, у фонда тоже будут изменения, которые будут касаться не только определения фонда, но и структуры управления. Предполагается, что то, что сейчас мы привыкли называть правлением, как высший коллегиальный орган, правлением называться не будет. Будет называться как-то по-другому, но только не правлением, советом, президиумом, чем угодно. И этот высший коллегиальный орган может назначить исполнительный коллегиальный орган, который, в свою очередь, будет называться правлением. Ну, повторю, что вот люди, которые расписали, никогда в жизни не работали в некоммерческих организациях и с самыми коммерческими организациями. Мы их, конечно, нежно любим, но, увы. Следующий, пожалуйста. Значит, не то, да. По поводу реорганизации. Все формы некоммерческих организаций сейчас, которые существуют, они все могут преобразоваться в фонд. Фонд – это единственная форма, которая уже ни во что преобразоваться не может. Потому что если кому-то не нравится нынешняя форма, вполне можно преобразоваться в фонд для того, чтобы иметь некоторую какую-то возможность маневра. Потому что уже если вы в фонд, то дальше вам делать нечего. И потом уже никуда не можно. Потом уже, к сожалению, никуда. По средней информации. Значит, что касается деятельности, приносящей доход, то мы, в принципе, рекомендуем пользоваться письмом Министерства финансов, не поверите, от 6 мая 1999 года. Потому что в этом письме Министерства финансов каким-то образом все-таки определено, что такое доходы организации. От 6 мая 1999 года номер 32-Н. Если у вас есть доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы, то тогда вы являетесь организацией, которая занимается деятельностью, приносящей доход, и, соответственно, вам нужно иметь эти 10 тысяч. Потому что никто другой нам определить деятельность на следующий вид оход, к сожалению, пока не может. Что касается... Продолжение следует...